Добрый день, дорогие зрители! С вами доктор Константин Семенов. Мы тонизируем почки, точнее воздействуем на почки посредством меридиана толстого кишечника. И здесь, пожалуйста, будьте внимательны, смотрите, как простирается внутренний канал, пунктирная линия. Внутренним каналом с правой стороны и с левой стороны меридиан толстого кишечника встречается с органами почек. То есть не напрямую, это второстепенная связь, вторичная связь, я частенько в своих лекциях говорю. Итак, давайте мы сразу коснемся, что почки, то есть болезни почек, я извиняюсь, их очень тяжело лечить. Почему? Потому что, прежде всего, это родовая ци, либо родовая энергетика, либо то, что вам передано по роду. По роду могут передаваться раскаянные грехи и нераскаянные грехи. Человек может быть счастливым и несчастливым. Человек по роду приходит со своей судьбой, где он может исправить свою судьбу, да-да, может. Для этого нужна огромная вера, воля, творчество. За это все ведают почки. А также чрезменная ленность, ничего не делание, не хотеть быть творческой личностью, лежать на диване, плевать в потолок и думать, как стать богатым. Это тоже почки. Почки – это абсолютно инская энергия. Запомните, синская энергия лучше не имеет дела. Она сотрет в порошок любого человека. Даже кто, особенно те люди, которые себя мнят, которые гордыня чрезмерная, лукавство. Это все ведается почками. Потому не надо почки рассматривать, как только почечная хроническая недостаточность. Либо я сейчас вам начну перечитывать, тут все называть нефрит, пилонефрит, воспалительные процессы, полиурея, урия. Вот. Это все не то, ребят. Почки – это очень тяжелый орган. И очень тяжело подается лечению. Чем может помочь акупунтура? Прежде всего, акупунтура, если человек, мы здесь сразу видим, хочет изменить свой образ жизни, стать творческой личностью, чувствовать в себе рост, духовный рост. На Востоке еще говорят, что почки – это шень, это дух человека. Человек хочет одухотворенно жить, летать, а не ползать по земле. Летать. Понятно, да? Ну, конечно, у каждого понятия разные. То, пожалуйста, данная информация вам в помощь. Диагностику 12 меридианов мы снимаем и обязательно приводим, что все меридианы в норме. Почему? Потому что при недостаточности почек страдает весь организм в целом. И здесь самый важный аспект – выровнять баланс. Инь и янь. Почему? Потому что почки – это абсолютный инь, а человеческая жизнь, по которой шагает, движется – это янь. Вот здесь движение инь и янь нужно сгармонизировать. И дай Бог вам это понять и сгармонизировать. И данная информация вам в помощь. И точка G2R всегда включается в рецепт и тонизируется при слабых, вялых почках, как меридиана, так и органа. Потому что вы помните, при всех тяжелых заболеваниях нужно обязательно провести диагностику 12 меридианов и восстанавливать. Не восстановить сразу вы не сможете эти меридианы, а восстанавливать постепенно их в норму. Сразу говорю, у каждого человека восстановление происходит по-разному. От года до трех. Многих людей это не устраивает. Вот почему они говорят. Ну, там бы такую вот точку, либо какой-то рецепт не бывает такого. Мы же не знаем истории вашей болезни. Если по роду она передана, я извиняюсь. Сколько лет этой болезни? В каком поколении она зародилась? Поэтому будьте благоразумны. Данная информация вам в помощь. Спасибо за внимание.